Ну типа здрасте, доброе утро, почти 5 утра, Вася собирается на работу, сегодня мы продолжаем работать еще по контрактикам, потому что денег на свое поле какое-то нету. Давайте глянем, что мы можем вообще сегодня поделать, есть тут вот культивация, поле 8 и поле 27, мне вот это вот нравится более-менее, у нас есть трактор, нужно правда купить плуг. Кстати поле 8 довольно таки большое, 29 тоже не маленькое, ну ладно, а 27 нам надо было, 27 ну да, такое же, ничего нормально, давайте возьмем два вот этих вот контрактика, принять и принять. Но предварительно друзья надо будет сгонять в магазин и купить культиватор, потому что у нас его тупо нету, зато у нас есть трактор. Так, заводимся, включаем фары, пускай он греется, а мы откроем калиточку и в общем-то давайте его выгоним. Блин, погода конечно вообще не айс, давайте закрываем калиточку, я не знаю, на сигнализацию ставим дом, у нас подведена сигнализация к дому или нет? Я что-то как-то сомневаюсь в этом, ну ладно, симпатичный тракторок кстати, вот мне что-то он как-то прям даже нравится, даже какая-то минимальная подсветочка приборной панели есть, это прикольно. Ладно, поехали в магазин, надо купить плуг, точнее не плуг, а культиватор. Здрасте, мы приехали купить культиватор, вы нам обещали, что у вас есть крутой дешевый культиватор и они-то в принципе есть, только они требуют мощь. А у нас мощи пока не особо есть, хотя у вас есть этот самый, КПМ-6 например, вполне подойдет. Сколько у нас мощность у трактора, 105 лошадей, а как-то маловато. И КПМ-4, он какой-то прям маленький, ну дисковые бороны нам пока что вообще не светят, поэтому видимо КПМ-4 то, что нам сейчас надо. Давайте берем его, конечно же мы установим вот эту вот хреновину, стикеры, о том что широковатая хреновина у нас, ну да ладно. Покупаем, 3500 оно стоит, ну поехали возьмем тогда. Вот и как ее теперь блин найти, здесь и увидеть, а расскажите мне пожалуйста ночью. А что задних фонарей нету у трактора? О, есть вот такие, шикарно. Ну хорошо, тогда погнали на восьмое поле, благо оно здесь не очень далеко. Ну и типа вот оно, зараза здоровая блин. Ну-ка давайте-ка выйдем, оценим масштаб трагедии. 3,93 гектара. Не, ну 4 метровом в принципе не так долго будет пахаться, я думаю зачат где-то он справится. Хреново то, что ночь, вот ночь я вообще не люблю. Да, кстати, разобрался я с GPS, поэтому все норм. Сейчас мы его по-быстрому настроим, ставим точку А, проезжаем вперед 15 метров, ну примерно 15 метров. И устанавливаем точку Б, и вроде как все должно работать. Да, все подключилось, и он теперь работает. Блин, шикарно. Давайте тогда выставимся в самое начало. Блин, ночь, конечно, скорее бы рассвет. Но уже скоро, уже скоро рассвет, все нормально. Опускаем культиватор и погнали. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ И знаете что, друзья? Я только что позвонил начальник и сказал, что в принципе и так сойдет. Мы можем получить уже награду за выполненную работу. И замечательно. У нас как раз час дня, мы успеем прокультивировать еще одно поле. Слава богу, хотя бы у нас расцвело. В общем-то погнали на 27-е поле. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ 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 Защищает от подобного рода дерьма. Ладно, поехали дальше. Ну вот мы и прибыли. Мне кажется, что оно больше, чем восьмое почему-то. И оно действительно больше, почти 5 гектаров. А денег за... Хотя нет, денег тоже чуть-чуть больше дают. Да, кстати, мы можем получить, нам перечислили на карточку, денежку за то поле. Сейчас будем выполнять контракт на этом поле. Ну и в общем-то встретимся уже, когда Василий все это сделает. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ БОЛЬШЕ ДАЖЕ НЕ ДЕЛАТЬ. Поэтому можем забирать свою награду 2900. Мы получаем и все доделано. Да, надо поднять плуг. Точнее культиватор. В общем-то погнали домой. Видимо на этот сезон у нас уже все. Ждем следующего. Эй, друзья, у нас Новый год. Заканчивается декабрь. До января осталось всего лишь 5 минут. Идет снежок и елочка красивая. Там вон музычка какая-то играет около нее. Лепота. Я вот думаю, может быть Василий хочет какой-нибудь подарок себе на Новый год. И подумываю я приобрести вот такую вот штуку за 5000 евро. Массивный предмет, который помогает узнать информацию о том, о почве в общем-то. Насколько все созрело, насколько все удобрено. Насколько почва влажная, что самое главное здесь. Ну не самое главное, но все равно. В общем-то это хреновина помогает все это дело узнать. Поэтому давайте мы ее приобретем. Какой же Новый год без подарков-то, правильно? Тем более он елка стоит у нас. Вот, с помощью этой фигни мы можем выйти на поле. У нас, кстати, есть минимальное поле. И вот так вот его немножко потестить. Во! В общем-то у нас тут типа кукурузка была. Влажность 72%. Или что это? А, это влажность почвы. Блин, надо разобраться с этими показателями. Вот тут вроде 3 капельки. И вот тут капелька. Вот это влажность, 67%. Ладно, потом разберемся. В общем-то, ну ничего, хороший подарочек. А мы, в общем-то, будем бухать во дворе. Потому что Новый год, через 3 минуты речь... Хотя сейчас уже, да, идет речь президента. 23.58. Куранты будут бить скоро. Но нам пофиг на речь, потому что у нас здесь не ловит телевизор. Интернет не провели. В общем-то, сами себе праздник устраиваем. Ну и что? Ждем. Последний штрих. Там гром гремит, свою мать. Это что за фигня такая? Снег идет и гром гремит. 1 января. Вы что? Хоп. И куранты пробили. Крутота. Ну или сейчас там бьют, я не знаю. В общем-то, друзья, с Новым годом. Пускай до настоящего Нового года еще целых 2 месяца. Хотя, кто-то может сказать, всего 2 месяца и уже гребаный 2020. Но у нас здесь, в нашей вселенной, Новый год. Поэтому всех с праздником. Вот, кстати, что меня радует. У нас под навесиком нету снега. Хе-хе. Это хорошо. Значит, здесь у нас все защищено от попадания влаги. И от дождя и так далее. И 240 евро за амортизацию. Шикарно. Короче, все в снегу. Да, кстати, я вот на эту площадку припарковал наш плуг. Здесь будем складировать все навесной вот эту вот фигню. Трактор будет стоять пока что вот здесь. Ну да, днем, конечно, снежок выглядит довольно красиво. Но вот эта трава из-под него выпирающая. Ну это, ну такое себе. У нас тем временем уже февраль. И давайте посмотрим прогноз погоды. Скоро, в общем-то, обещает начаться весна. Эй-хей, друзья, март пришел. 7 утра. В общем-то, позвонил нам босс. Сказал, пора выходить на работу. В колхозе вообще работа уже началась. Я смотрю, тут половина полей засеяно. Только я не понимаю, это, наверное, а зимами то, что было. 15-е, 31-е и 30-е у нас только-только посеяны. Некоторые подготовлены, которые синим выделены. И, в общем-то, босс нам сказал, что надо бы все это дело поудобрять. Но, увы, удобрять нам нечем. Поэтому нам нужно купить удобрялку. Василий связался с поставщиком техники. И они договорились, что вот такой вот замечательный Зил. В принципе, вы его знаете по карте с Вапа Агра. Вполне себе симпатичная машинка. Модульная, на нее цепляется все, что угодно. Поэтому мы ее берем. Единственное, нужно, конечно же, поставить ее на учет. Получить номера. А то, знаете ли, на машине передвигаться без номеров такое себе удовольствие. Хотя на копейке, кстати, их, по-моему, нету. Короче, 14 штук это дело нам стоит. Ну и, конечно же, модульная удобрялка. Я думаю, что мы оставим ее желтой. Тоже покупаем. Еще 11 тысяч это все дело стоит. А не, копейка у нас с номерами на учете стоит. Все нормально. На балансе остается 31 тысяча. Да, кстати, Василий разговаривал с нашим боссом. Или я не знаю, как, в общем-то, назвать нашего начальника. На тему того, что хочет Василий поле себе. Чтобы у него свое было. Там на данный момент выставлены на продажу были 40-е поле. 31-е, 30-е, 17-е и 22-е. В общем-то, они сторговали, что за 120 тысяч можно будет приобрести себе 22-е поле. Поэтому нам надо сейчас накопить 120 тысяч. Не знаю, каким образом мы это сделаем. Но, в общем-то, нам надо. Я вообще слабо себе представляю работу этого колхоза, когда снег лежит на полях. А они говорят удобрять эти самые поля. Такое себе удовольствие, на самом деле. Ну да ладно. Босс сказал, мы делаем. Что тут, кстати, по удобрению можно взять? Поле 26 давайте возьмем. Поле 20 давайте возьмем. Поле 35 можно взять. И давайте поле 9. Я думаю, на сегодня этого должно хватить. Единственное, как добраться до магазина. Машина-то там стоит, а мы здесь. Можем, конечно, на машине туда добраться. Но что-то придется оставлять там. Что-то придется везти обратно. Надо вызвать такси. Хорошая мысль. Твою мать, когда я брал контракт, я случайно все взял в кредит. Из-за этого награда будет меньше. Ну ладно, хрен с ним. В общем-то, вот он наш ЗИЛ. Давайте-ка его заценим. Нормальная машинка, е-мое. Цепляем, короче, удобрялочку. Во. Так что у нас есть теперь своя техника для удобрения. Она вмещает в себя 8 кубов, поэтому надо купить еще 8 кубов удобрений. Для этого мы тоже лезем в магазин. Блин, дороговатенькое удовольствие, конечно. Но надо брать. Во. Появилось все это добро. Давайте заполняемся. Отлично. Полный кузов у нас удобрений. Давайте посмотрим еще на карту. 26, 20, 35 и 9. Нам нужно удобрить. 26, 20. Вот 9 поле сразу у нас рядом. Начнем, поэтому мы именно с него. Поехали на него. Да, поле уже обрабатывалось. На нем снега нету. Поэтому можно спокойно его удобрять. Да, и в общем-то все остальные поля тоже. Продолжение следует... Ну и что ж, за полдня мы удобрили три поля. Можно, в принципе, принять контракт и забрать свою награду. Раз, два и три. Да, там за аренду, конечно, чуть меньше получилось. Итогово мы отбили деньги за купленное удобрение и за наш ЗИЛ. И это хорошо. У нас остался еще контракт на 35 поле, но у нас не хватит удобрений, поэтому жалко вот нету калькулятора, который посчитает сколько удобрений нужно конкретно на одно поле. В любом случае мы купим еще три мешка. Даже четыре давайте. Нет, три. Три хватит, у нас там еще осталось 700 литров. Так что погнали в магазин, заправимся там и на 35 поле. Вот оно, 35 поле. Здоровая, зараза? Блин, хватило бы удобрений на самом деле на него. Но я думаю, хватит. Восьми кубов хватило на три поля. У нас здесь половина и вряд ли это поле прям в два раза меньше, чем все остальные вместе взятые. Ну и что, друзья? Пока у нас впереди, перед нами ездит поезд, у нас закончились удобрения. А знаете, сколько я удобрил? 98%. Твою мать, это же вообще не в тему. С другой же стороны, можно взять контракт еще на одно поле, и тогда за ними будет смысл ехать. С третьей же стороны, можно съездить рядом у нас станции пополнения удобрениями. И взять там маленькую чуточку, типа 100 литров, чтобы не покупать целый поддон. Поехали на самом деле съездим, глянем, что там да как. Еще хороший вопрос, как здесь это все дело работает, потому что я на самом деле не в курсе, еще не экспериментировал даже с этим делом. Давайте-ка выйдем, просто прогуляемся. Смотрите, вот это похоже на склад удобрений. Причем они здесь так лежат, как будто бери лопатой просто и греби. Можно попробовать сюда заехать и наполниться. Здесь у нас жидкие удобрения стопудово и скорее всего гербициды. Или может быть около поддона наполнение идет. Давайте заедем задним ходом сюда, попробуем потыкать какую-нибудь кнопочку. Типа вот так вот. Не, ничего не идет. Ну, давайте к поддону подъедем тогда что ли. Ничего. Что тут еще может быть? Ну-ка, расскажи мне. Никаких кнопок, нигде ничего не нажимается. Здесь просто текстура, под которую мы проваливаемся. Ну, с жидкими понятно. Как бы вот бочки стоят и скорее всего наполнение идет здесь. Но у нас нихрена не жидкие удобрения. Ладно, попробуем заехать и посмотреть, может быть кнопочки какие-нибудь появятся. О, начать заполнение. Надо подъехать прямо туда было. Хорошо. 200 литров. Этого должно хватить. Тихо, 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 тихо. Все, возвращаемся на поле тогда. И начнем прямо вот отсюда. У нас неудобренный кусочек этого. Так, стой, 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 стой. Надо включиться. Во. Этого должно хватить прямо вообще за глаза. Все. Контракт завершен. У нас осталось 111 литров. Это 1%. Прямо все единички. И мы можем забрать бабло за этот контракт. 23 тысячи. Нормал дэн. 77 тысяч у нас есть. Вообще у меня есть идея, конечно, позвонить и заторговаться за наше поле. Чтобы его немножко подешевле взять. 22-ое. Давайте возьмем вот этот вот мобильный чудо-телефон. Ладно, это не мобильный телефон. Кстати, что у нас тут? Да, это, кстати, влажность урожая идет. Я вспомнил. А это влажность почвы. Это немножко разные вещи. Урожай, если больше 20%, его нельзя убирать. А почва должна быть, наоборот, влажной, чтобы посевы не засохли. Как-то так. Ну что, давайте наберем нашему боссу. Узнаем, что там да как. Алло. Здрасте. Здравствуйте. А мне надо поговорить с кем-нибудь по поводу покупки участка. Ну, можете со мной поговорить. Слушайте, мы там, короче, договаривались по поводу продажи 22-го поля. И там, короче, за 120 косарей мы вроде как там сошлись с вашим главным. И я бы хотел попросить у вас то ли подешевле, то ли там хотя бы рассрочку какую-нибудь. Потому что начало сезона, знаете, тут надо как бы... надо. В общем, мы приняли решение не продавать поля вообще. К нам приходит большой агрохолдинг, и мы будем работать только с ними. А, в смысле, договор дороже денег. Ну, вы можете поработать на полях еще, может что-то изменится. Но в данный момент нет. Знаете что, идите вы тогда в жопу. Ну и что, блин, у нас очередной кидало. Прям, не знаю, хочется отсюда свалить. Ладно, поехали домой обдумывать все сказанное нам за сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Прибываем, и давайте, наверное, зила оставим где-нибудь вот прямо и здесь. Стой, 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 назад. Че ж ты катишься-то вперед-то? Не люблю его особенность вот эту. Вот так вот, в общем-то пусть стоит глушим двигатель. 5 часов вечера в принципе можно уже идти отдыхать даже перепрыгнуть через заборчик и в общем то думать остается только думать и спать и в очередной раз друзья доброе утречка найти василий очень долго думал всю ночь не спал потому что то что он вчера услышал что ему не дадут возможность здесь развиваться а просто работать на дядю это такое себе удовольствие в общем-то василий подумал о том что нужно отсюда сваливать даже для всего этого дела заказал специальную хреновину нам тут подогнали какой-то замечательный крас который будет на новое место перевозить наше оборудование в принципе зил своим ходом доедет копейка тоже своим ходом доедет а вот трактор с культиватором знаете ли довольно таки геморройно будет перевести давайте-ка откроем это все дело заводим трактор и давайте цепанем культиватор и нужно его вместе погрузить на трал в общем-то вместе с трактором я конечно очень надеюсь что это все дело сюда влезет так все вроде норм но может не хватить длины до длины не хватает на культиватор слушайте на второй трал брать так себе идея самом деле если его как-нибудь закрепить его вы нельзя закрепить вроде как есть ремни так стоямо надо в кразик о вроде как есть ремни но на технику они никак не действуют а давайте попробуем проехаться чуть-чуть и посмотреть как себя ведет кулю трактор плохо себя ведет он съезжает это не очень хорошо а если немножко под закрыть борта нету пойдет так чё нормально вполне крайне мере трактор отсюда не укатиться нормально пусть и мне нравится тогда что мы делаем забираем отсюда нашу копейку вещи он уже собрал василий все лежит в багажнике и взял кетом что не влезло такие тут вещи мы реально не очень давно перезимовали здесь по сути дела и все поработали чуть-чуть ну хоть денег немножко заработали в общем-то кто-то поедет на копейки потому что василий поведет крат кто нас поедет какая-то барышня поедет безымянная найме д ну и ладно и разумеется зилок чуть лампочки горят а его тоже надо поставить дабы и его везли в принципе поставим держаться на 40 метров не знаю почему мне кажется это будет безопаснее у нас там в зилке парниш сидит нормально все готовы не моргай мне там я куда-то торопишься в общем-то опять переезд какой нормальный кразик то мне прям нравится нам бы не помешало бы еще развернуться каким-то образом потому что впереди довольно крутой поворот но ладно поехали ну чтож варваровка прощай уж извини что здесь были такие нехорошие люди во главе нам было здесь уютно хорошо но мы вынуждены уехать потому что мы не можем уехать потому что мы не можем здесь раскрыть себя как личность я боже мой что я несу в общем-то друзья до встречи на новом месте ну и что друзья добро пожаловать в деревню сенатовка в общем то кто друзья знает где находится это замечательное место куда куда именно мы притарабанили все вот это наше говно кто знает где находятся эти замечательные виды ставьте лойсик и друзья я конечно прекрасно понимаю что я не могу закончить нормальный агромаш не могу закончить по сути дела нормально варваровку но я очень надеюсь что это последний наш переезд и кто знает что это за место уверен меня поддержит она того стоит на этом друзья я с вами прощаюсь ждите соответственно эту замечательную карту дохрена лойсиков конечно же ускорит ее выход также чтобы не пропустить следующие серии подписан на канал нажимайте колокольчик вступайте в группу вконтакте подписаны удовольствия чтобы не пропускать стримы присоединяйтесь к нашему каналу в дискорде пишите комментарии о ваших идеях в нашем развитии на этом друзья все всем спасибо за внимание спасибо за просмотр с вами был никита делай всем всего доброго пока пока пока